Я понял. Это новый виток информационной войны. Комедик Лап, когда ты играл. Это информационная атака, психологическая. Подожди, подожди, ну ты с россиянами играл. Ты творил, ты творил, ты творил, ты творил, когда ты играл на баяне, ты творил, ты творил, ты творил, вот этот молодой человек творил. Экспериментальный образец, пожалуйста, уникальный в своем роде. Видите, признает, признает ведущий украинский журналист, признает, что я уникален в своем роде. А вспомнишь, как я вас на троих снимал? На троих. Когда вы на троих там соображали, и какая-то женщина пьяная в ума соглашалась сбегать за бутылкой к вам. У меня же есть эта запись. Вы же потом разбегались в разные стороны. Не поворачивайся спиной к публике, смотри. Они же снимают. Уважать надо труд своих коллег. Что, ты не уважаешь коллег? Вот и как они напрягаются. Даже вот в этом жилом доме, я думаю, у каждой третьей квартире есть или гармошка, или баян. Да нет, уже не счете. Только надо, чтобы собака не была. Слышишь, это ты кого из меня считаешь? Зашныряешь, что ли? Что я тебе привезу? Да не дождешься, чтобы я тебе что-то носил. Это он к вашему благородию так относится. Вы так отдохнули и с новыми силами, да? Нет. Жить пошли. Нет. Я не отдыхаю с новыми силами. Вы отдохнули, пошли там. А? Вы ваше благородие. Да, я ваше благородие. А вы сегодня грэм-марейну заменяете или как? Или как? Да, ваше благородие. Вы советские офицеры не заменяете на грэм-марейну. Да, хорошо. Сергей, вы все, где же вы заберете на грэм-марейну? Я думаю, что, по 100 минут думаю, что вы заберете на грэм-марейну. Я давно, как топи-марейну, был на грэм-марейну, 5 марта 2000... Не смейся. А вы с Украины? Нет, меня избили прямо возле главпочтамта. Это было в 11 часов 5 марта 2014 года. Дура, рот закрой свой, понял? И не мешай, не мешай брать интервью. Не мешай работать специалистом. Вот ты и есть, блядь, тебе не надо оскорблять. Вот это журналист. Когда, когда я корреспондент, когда меня... Рот закрой, рот закрой. Сейчас он будет охренеть. Сейчас вы увидите его. Вы позор России. Он вообще-то женщина материн словно назвал. Можно его и вывести. Материн, что она женщина. Продолженно, подождите. Кто? Кто? Значит, граждане вмешиваются в мою корреспондентскую деятельность. Я журналист и я работаю. А они здесь провоцируют меня. Вы слышите меня? Не нарушайте этику журналиста. Вы слышите меня? Нет. Слушайте, вы кто? Скажите, назовите, кто вы. Вы кто? Кто вы? Кто вы? Я не знаю. Я не знаю. Это круто. Я вам расскажу потом, кто вы. Подождите, вы меня хотите забрать, увезти в участок. Представьте, пожалуйста, товарищ 0-1-10-63. О чем вы меня предупреждаете? Об административной ответственности за мелкое гулиганство. Принял по статье 20.1. То есть, я вас предупреждаю. Это вообще с нами вместе. Ни в цензурной броню граждаться нельзя. Принял. Ваше предупреждение принял. Я вас предупреждал. Это не русский, это быдло. Кто быдло? Кто ругается матом. Вы так считаете? Так посмотрите, украинское телевидение, как ругаются по украинским телеканалам матом. По-русски. Ни разу не слышу. Вот. И вообще-то вы что, спецовый ветеринар, что вы там имеете в виду? Быдло, не быдло? Вы имеете что-нибудь с ветеринарией? Что вы так определяете? Вы специалист по ветеринарии. А вы кто? Я Сергей Рулев. И кто вы по специалисту? Я, в данном случае, сейчас я корреспондент. У вас есть журналистское удостоверение? Да, у меня есть журналистское удостоверение. Пред карта? Можете показать? Нет, я не хочу вам показывать. Но если я уже здесь нахожусь, где три кордона было, значит я, наверное, могу здесь находиться. Может быть, вас провели какими окольными путями. Может быть, окольные пути. Только, знаете только вы. Я хожу только прямо. Так, ну что? Все? Больше вопросов нет? Вы в Ростове живете? Я вам еще раз говорю. Я. После того, как был избит на Мадане. Я живу в Ростове. Да, и работаю я. Гражданство вы получили российское? Я не собираюсь получать гражданство российское. Я гражданин Украины. Почему я должен получать? У вас жительство здесь? Нет у меня вида на жительство. Как вы здесь живете? Р, В, П. У меня разрешение временное проживание. Выезжаете раз в три месяца? Нет, я никуда не выезжаю. У меня разрешение на временное проживание. И выдается оно, согласно 115 федерального закона, на три года. У вас на три года? У меня на три года. Еще два после что будет делать? Не знаю. Пока не знаю. Надеюсь вернуться домой, свою любимую Украину. Серьезно? Но только после того, когда там не будет фашистской власти. А вы из какого города Украины? Я родился. Я не пытался. Еще 22 июня в 4 часа утра в вечном огне я спалил портреты Виктора Федоровича Януковича в 2011 году. И это есть в Ютубе, где я заявил ему, Виктор Федорович, вы предали меня. Вы не выполнили свои предпрезидентские обещания передо мной. Поэтому на мою помощь больше не рассчитывайте. А вы с Крамским как-то связывали? Нет, я никогда с ним не связывался. Их фамилию такой Крамской до тех пор. Покаместь, покаместь. А как вас зовут сейчас? Меня зовут Сергей Ромов. Не связывали? Я никогда с ним не связывался. Я случайно увидел человека, у которого... Вы сейчас работаете здесь? Да, я работаю. Я аккредитованный журналист. Нет, нет, в России, я имею в виду, вы работаете? Подождите, да. Вы неужели об этом не знаете? Не знаю. Посмотрите. Славянские новости. Я аккредитованный журналист. Министерство иностранных дел Российской Федерации. А, это газета, да. Пожалуйста, пожалуйста. На газете вообще у нас что-то еще есть? Я в первый раз. Не, я же видел это шлайк. Вы можете зайти и в Ютубы, и в интернеты. А вы получаете зарплату, деньги на карточку? Нет, я никогда не получал зарплату. А за счет чего вы живете? Вообще? Я, да, я советский офицер, я получал получку. Я получку получал. За счет чего вы живете? За счет я нахожусь на иждивении своей дочери, а также иногда я получаю гонорары.